Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Недосягаемый уровень». Статья написана в пятницу, 15 сентября 2023 года. Итак, начинаем. Начинаю я со следующего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ваши донаты – гарантия моего ответа на любой ваш вопрос. Для тех, кто нуждается в моих услугах, ссылка под каждым видео. Также буду признателен, если поддержите канал меру своих возможностей. А теперь по теме. Начну с того, что скажу по поводу 17 видов удара головой. Сегодня я не настроен ничего говорить по этому поводу. Вначале вообще не хотел что-либо говорить, так как не увидел желания отвечать на эту мою задачку. Потом понял, что такое знание нужно не только тем, кто заходит сейчас ко мне на огонек, но и тем, кто подпишется на канал позже или просто станет постоянным гостем. Поэтому выскажусь, если не забуду, уже в следующем ролике и статье. А теперь по сути рассматриваемые темы. Каждый год, каждый месяц, каждый день моей практической работы с учениками, с каналом, моей профессиональной аналитической работы приводит меня к определенным выводам, к новому пониманию футбола, к появлению новых красок в портрете мирового футбола. Вчера за день до написания этой статьи я вдруг понял, что никогда мировой футбол не дотянется до уровня мастер-команды. Дело в том, что мастер-команду теоретически можно создать в любой год, в любой месяц и в любой день. Это возможно в 2023 году, это будет возможно и в 2090 году. Это также будет возможно и в 2745 году. Но фишка в том, что ни сейчас, ни через 700 лет, даже через 1000 лет, массово создавать команды, которые по своему уровню, по своему игровому потенциалу не будут уступать мастер-команде, будет невозможно. Почему? Сравните Шаолинь и любую светскую школу единоборств в среднестатистической стране. И даже это сравнение хромает. Оно хромает, потому что я не уверен, что монахами становится лучшее из лучших. Приведу другое сравнение. Представьте уровень игры чемпиона мира по шахматам. Представили? А теперь сравните этот уровень с уровнем игры мальчика Пети, восьмилетнего третьеразрядника. Сравнили? Но это еще не все. А теперь сравните уровень игры лучшей шахматной программы мира Stockfish 15 с уровнем игры любого чемпиона мира. Эта программа расправится с любым чемпионом мира так, как чемпион мира расправится с третьеразрядником Пети. А теперь сравните уровень игры лучшей шахматной программы мира с уровнем игры третьеразрядника Пети. Сравнили? Эту пропасть трудно охватить обычным сознанием. Но думаю, что у вас получилось. Так вот, дорогие мои подписчики и гости канала. Пропасть в игровом потенциале между мастер-командой и, допустим, Сити или Баварии или Реала, точно такая же, как между убийцей и чемпионом мира по шахматам программой Stockfish 15 и неунывающим третьеразрядником Пети. В чем же сложность массового тиражирования мастер-команды? Эту сложность можно увидеть только в расшифровке самого понятия «идеальная футбольная команда». Без понимания этого вы никогда не поймете, почему нельзя создавать массового мастер-команды. Попытаюсь объяснить. Футбольная команда – это духовный монолит. Объяснять нюансы не буду, как и не буду давать полную расшифровку понятия «футбольная команда», которой современная футбольная наука не располагает ввиду ее махровой материальности, так как этот ролик превратится в многосерийный фильм. А что такое духовный монолит? Это высший уровень дисциплины, самодисциплины, морали, нравственности, взаимовыручки, уважения и послушания. Вы много знаете таких футболистов? А много ли вы знаете таких тренеров? А много ли вы знаете тренеров с необходимым образованием? А много ли вы знаете тренеров, которые занимаются самообразованием? А учитываете ли вы то, что современное тренерское образование достойно мусорного ведра? Что, грубо? Да, грубо, но правдиво. Для того, чтобы не только найти достойных кандидатов-футболистов, футболисты, профильтрованных с помощью семиуровневого фильтра, нужно еще дать необходимое знание не просто тренерам, которые занесли денежки для получения корочек, а достойным кандидатам в тренеры. Вы меня понимаете? Кто-то точно понимает, но не думаю, что все. Я могу создать мастер-команду. Лично я могу. Но моей мочи мало. Нужен спонсор, который доверится на 100%. Ведь только на старте придется потратить несколько сот тысяч долларов на селекционный фильтр и прочие вещи. В первый год тренировок нужно будет вложить еще несколько миллионов долларов на создание необходимой инфраструктуры тренировочного процесса. В общем, скажу так. Говорить об этом бесполезно, так как такого спонсора не видно даже в цейсовскую оптику. Вы будете удивлены, но любую команду премьер-лиги любой страны можно сделать чемпионом за два сезона. Еще один год и Кубку Лиги Чемпионов можно сделать постоянную прописку в одном из зданий своего клуба. А затем впору одевать на своих игроков национальные футболки. Никаких сборных. Сборная – это уровень современного понимания игры. Для меня это убогость и отстой. Обо всем об этом я написал в своем романе «Взлет Беркута». И не только в этой книге я об этом писал. Но, видимо, 5 евро – это неподъемная цена за книгу. Да, я оппонент Лобановского. Для меня принципиально чужды методы тренировочного процесса, которыми он пользовался. Также у меня не вызывает шок тот факт, что по некоторым рейтингам Лобановский занимает 40-е места в трейдерском мире футбола. И, несмотря на все сказанное, официально заявляю, что самой гениальной фразой, сказанной футбольным специалистом за всю историю футбола, была фраза, сказанная Валерием Васильевичем. Вот эта фраза. «Я не создаю команду звезд. Я создаю команду звезду». Никто из украинских звезд, как тренерского ремесла, так и футболистов, не смогли мне объяснить, почему Лобановский команду звезд противопоставлял команде звезде. Мне нетрудно в тысячный раз публично снять шляпу перед автором этого гениального высказывания. Также мне несложно повторить, что эта фраза стала путеводной звездой в моей аналитической работе в футболе. Тот, кто постигнет смысл этой фразы, откроет дверь в мастерскую, где будет создаваться мастер-команда. Для всех остальных эта дверь останется наглухо закрыта, без единого шанса найти отмычку или даже взорвать эту дверь. Знаю, какой вопрос крутится сейчас в сознании многих читающих и слушающих эти строки. Почему Лобановский не создал мастер-команду? Я знаю ответ на этот вопрос, но ограничусь следующим ответом. На это были объективные причины. Образность очень часто помогает добавить красок в описываемый предмет рассмотрения. Посмотрите на этот рисунок. Это путь к той двери, которая ведет в мастерскую создания мастер-команды. И напоследок напомню любимое мною высказывание тибетских лам. Когда взберетесь на вершину горы, продолжайте взбираться дальше. Всем удачи. Пока. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и неожиданного. Подписывайтесь на канал, жмите на канал, жмите на канал.